здравствуйте дорогие друзья сегодня я буду рисовать ромашки это большая картина 60 на 80 горизонтальное расположение поэтому я только фрагмент покажу принцип рисунка ромашки ромашка это сочетание цилиндров цилиндров и сфер сердцевина это в основном это часть сферы но иногда и цилиндр вот именно это я и хочу донести до вас работаю я на фабриана 50 процентов хлопка 300 грамм по задумке по композиции я делаю передний план более четким и дальний план более размытым я показываю передний план я делаю отдельно сердцевины и отдельно лепестки лучше всего конечно это делать с натуры но я с фотографии это делаю не надо делать все лепестки причесанными правильными бывают ботанический рисунок так вот это не ботанический рисунок это художественный и здесь все должно быть лохмато то пусто то густо поэтому вот я делаю сейчас объем как будто шарика то сердцевина объемная освещение идет слева поэтому справа тень здесь слегка но вы прекрасно знаете как устроена сердцевина это много-много таких маленьких столбиков ну вот кое-где они вдавлены в центре кое-где они выпуклые наоборот я не знаю чего это зависит я не ботаник не ученый мне всегда хочется делать все намного теплее чем самом деле не могу сказать что я прям так вижу но я хочу чтобы было потеплее может потому что мне всегда холодно вот делаю по сухому то есть там у меня справа темный угол ну так по композиции я решила что справа будет темный угол размытой и слева вверху будет размытый угол вблизи я делаю все по сухому большой размер ромашек это где-то чуть чуть меньше моей ладошки вот у меня такая серия картин получилось маки ромашки пионы и рисы и тюльпаны красные я хочу еще продолжать эту серию цветы мне всегда нравится мне все нравится рисовать на цветы в особенную категорию входят вот где-то в тени находится видите все лохматое то есть нет такое что закончился один цветок начался другой цветок нет они все друг друга перекрывают перебивают у них там своя жизнь влезают в разговор кому-то удается выделиться да но так чтобы вот кто-то был выделен и у него все лепесточки были одинаковые одинаково расположены такого не бывает всегда кто-нибудь что-нибудь лохматит залезет или стеблем залезет или лепестком лепесток загнется взлохматится в общем как человеческая жизнь и как в человеческом обществе лепестки это цилиндр вот по темному фону я делаю все глубже и глубже тональность чтобы показать что это поле целое поле ромашек хотя рисую я с букета но я изображаю как будто это ромашковое поле ромашковое поле это многослойная история вот еще один слой потом высохнет еще один слой сделаю вот еще один слой делаю когда высохло то есть весь этот угол но не весь но много по сухому делаю я люблю живопись экспрессивную не замученную палитра в этот раз весьма скудно и это конечно же ультрамарин это индийская золотистая это желтая средняя фиолетовая темная ну зелень конечно но чистую зелень я редко использую я ее делаю из синего и какого-то теплого вот еще один фрагмент покажу который находится левее здесь вогнутость у сердцевины смотрите мои первые уроки там есть объяснение как рисуются простые геометрические фигуры если вы их научитесь рисовать то у вас хоть выгнутые хоть вогнутые получатся ромашки лепесточки тоже любые будут вам подвластны главное чтобы не было ничего причесанного и одинакового одинаковость это скучно никого не зацепит если все будет правильно и прямо всем нравится динамика какие-то события я всегда сравниваю растения с человеческим обществом но ты в этот раз тоже так получилось вот такая картина у меня получилось очень долго я ее делала поэтому не показываю все показываю только фрагмент поэтому посмотрите внимательно то что по итогу получилось ставьте лайки подписывайтесь записывайтесь на занятия онлайн и оффлайн буду всем рада всего хорошего до свидания